Перед началом просмотра очередного видео хочу порекомендовать очередной канал, который называется Jazz1. Хоть каналу больше года, видео стали выходить совсем недавно. В основном контент о трансформерах. Если канал заинтересовал и интересны трансформеры, то можно перейти по ссылке в описании и поддерживать его. Приятного просмотра! Что же это получается у нас? Мы подводили итоги сентября, потом октября. А сейчас что, уже надо подводить итоги ноября? Конец осени? Начало зимы? Декабрь? Что? Всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар. И добро пожаловать на очередное видео. А также добро пожаловать в рубрику «Размышлялки». Спросите вы меня, что мы здесь делаем? Да, мы просто подводим итоги каждого уходящего месяца. Вспоминаем, что было, как было. И также мы планируем на следующий месяц планы, что будет и как будет так же. То есть, все это мы обсуждаем, вспоминаем. Все делаем как обычно, ничегошеньки не меняется. То есть, вот как установлено, так мы и делаем каждый раз, конечно же. Вступление у нас, конечно же, имеется. Я вот смотрю сейчас на погоду не просто так и вот туда, в эту сторону. Почему? Потому что, хоть у нас сейчас еще и ноябрь, но за окном творится что-то, нечто. Не знаю, это маленький намек, наверное, но я не знаю, что вы, конечно, увидите, но я постараюсь сделать вот такое вот движение. И вы должны увидеть правильно, не вот эту лампу, вы должны увидеть зиму. Я надеюсь, вы видите, то есть уже идет снег. То есть, вы представляете, да, ноябрь, как бы осень, а уже как бы зима и как бы вот этот переход и что и чего и как. То есть, вот такая у нас погода, а если говорить просто про ноябрь, то тут просто все очень простенько. То есть, она была такая себе, она была мерзкая, она была дождливая, она была ветреная, она не была солнечной, она была облачной. То есть, ну, фу, просто фу, а не погода. Ну, наверное, это такая уже серьезная осень. Ну, конечно, все это показалось нам только под самый конец, что, наверное, очень даже и хорошо. Конечно, не знаю, мне больше, что ли, нравится смотреть на снег, чем на дождь. Хоть мы знаем, снег это тоже вода, только в другом состоянии, но не знаю, как-то на снег приятнее смотреть. Мы его хотя бы видим, и как-то становится, что ли, на улице красивее, чем на дождь. После него появляется всякая, не знаю, слякоть, вся вот эта вот грязь. Семья с травой перемешивается в кашу, и в общем, ерунда получается. Как-то, не знаю, снег мне, что ли, больше нравится, но в общем, о погоде сто лично слов. Теперь давайте вспоминать ноябрь, какой же он был, что же там было. Листочек с подсказками у меня, конечно же, как обычно всегда имеется, чтобы не запутаться. Рекомендую также вам такую вещь сделать, а то начнете с одного, а закончите, не знаю, на каких-нибудь булочках, что, наверное, не очень будет хорошо. То есть, у нас было в ноябре что? Реакции. Конечно, это не самое новое, что у меня на канале появилось. Такое, конечно же, у меня когда-то было, но это было тоже там немножечко. Я потом подумал, а может быть не стоит это делать, потому что как-то, ну не знаю. И вот может быть тогда нужно было как раз эту тему продвигать, и может быть что-то получилось. Ну и решил остановиться. Потом, через какое-то время подумал, а может все-таки вернуться к этим реакциям, и попробовать снова себя в этой, скажем так, ну не рубрике, разделе. Я потом, конечно же, снял отдельное видео, где попросил вас, чтобы вы написали различные просьбы. И вот сейчас, вот как-то мы сейчас пробуем, что-то делаем, экспериментируем. Я думаю, мы так весь этот год проэкспериментируем до конца года. И если будет идти хорошо, неплохо, я продолжу дальше. Если как-то не очень, может быть я буду делать реакции на определенные какие-то вещи тематические. Либо вообще остановлюсь. То есть, честно, пока непонятно, как, что, чего будет дальше. Но мы в этом месяце посмотрели и мультсериал Трансформер Кибервселенную. Четвертый сезон, конечно же, да. Мы посмотрели и трейлер Человека-паука, что очень, наверное, хорошо. Мы посмотрели также другие видео. Сделали на разные видео реакции. И еще предстоит в будущем тоже всякие реакции по разным тематикам. Так что, думаю, неплохо. И не знаю, может быть, когда там имеется моя собственная подачка, это изюминка. Либо просто приятно смотреть. И не знаю, будет ли дальше все хорошо идти. Либо так, как и сейчас, либо как-то, не знаю. Но, в общем, вот такие у нас были реакции. И также можете сейчас в комментариях писать, на что сделать реакции. Также можете написать какую-то помощь, какие-то идеи, предложения. Потому что, а вдруг имеется сейчас какая-то идея, и можно взять ее написать. Теперь у нас, конечно же, были коллекции. Ну, конечно, не коллекции, а одна всего лишь коллекция. То есть, о чем это я? Я показывал, конечно же, коллекцию своих вещей. Конечно, было бы неплохо показать все, что у меня есть. Коллекция, например, Лего, Трансформеров и так далее. Я только сумел показать коллекцию WWE фигурок, рестлеров. Только это сумел. Там у меня, правда, относительно хорошо они стоят. Более-менее порядок и все. Поэтому я, естественно, только смог это показать. С остальным у меня полная беда. То есть, смотрю сейчас на Лего. Вам лучше не видеть. На Трансформеров, ну, более-менее. Но тоже не стоит смотреть. Потому что, ну, там ничего хорошего нет. То есть, не знаю, как будет дальше. Я успею ли до конца года сделать полностью везде порядок или нет. Но будем надеяться, что что-то я сейчас могу показать. А так, в ноябре я смогу показать коллекцию рестлеров. Потом были стримы, конечно же, как игровые, так и сборочные. Мы собирали и еще продолжим собирать нашу машинку, конечно же. По фильму Ghostbuster, конечно же. Экто-1. Мы почти что дособирали. То есть, вы понимаете, как все получилось. Я ее, вроде бы, купил где-то, не знаю, в конце августа. Подождал своего дня рождения. То есть, уже сколько-то пролежало. Я вам показал на видео, что вот, запечатанная коробка с деталями и так далее. Опять она ждет своей очереди. У нас начинается первый стрим. И все идет, идет, идет. И мы все собираем, собираем. То есть, получается, у нас еще набор полностью-то не собран. А уже прошло, считайте, где-то 3 месяца. О, сколько у меня терпения. Получается, и у вас тоже. Естественно, похвально. Что все могут потерпеть, и не только я. То есть, машинка сейчас у меня вот там она стоит. В таком виде, как вы видели в последний раз. То есть, без крыши. И на этой неделе уже, в целом-то, будет, опять же, сборочный стрим. Всю информацию увидите, конечно же, в сообществе канала. И там мы уже ее, наверное, дособираем. Либо почти что соберем. Вот я не знаю, успеем за 2 часа ее собрать или нет. Это я вот тут спорить не буду. И ставки делать. Но постараемся сделать все возможное. Теперь у нас были, конечно же, также игровые стримы. Минимало, и я заметил одну вещь. Вроде бы, как бы и ничего. Вроде интересные эти игровые стримы. Посмотреть на это, на это и пообщаться. Поспрашивать. Мы не просто на этих стримах играем молча и все. А мы там общаемся. Но на последних стримах я заметил, что как-то, не знаю, интерес что-ли к этим стримам пропал. Или, не знаю, игры не такие. Либо время не такое. Я вот не знаю. Я в будущем хочу сделать, либо на этой неделе, возможно, опросы. Где я задам вопросы. Например, какие игры мне тогда стримить из того, чего у меня имеется. Потому что я, правда, все купить не могу. У меня все пойти не может. Я стримлю то, что у меня есть. И то, что как-то, я думаю, всем будет интересно. Потому что я, имея игр, немало. Я могу, конечно, стримить это. Но, правда, наверное, это будет интересно только мне или кому-то еще. Я, может быть, и делаю так, чтобы всем было интересно. Но все равно промахиваюсь. Поэтому я хочу сделать опрос, где спрошу, какие игры стримить. Возможно, я не в такое время стримлю. Но если так разбирать время, я по выходным стримить не могу. Потому что у меня конкретно здесь бардак получится. Если по рабочим дням стримить позже, тоже не особо получится. То есть могу сказать, что я стримлю вот в такое время, в которое я больше всего могу. Когда получается и когда есть больше всего возможностей. Потому что если я буду стримить позже, уже все. Уже там пойдет не так. Если я буду раньше, перебор. То есть мало кто будет смотреть. Я понимаю, что, возможно, вечером и все будут смотреть, и там действительно что-то пойдет, но мне, правда, не получается, и приходится делать по возможностям. Я не знаю, от чего тут зависит, больше от времени или от игр. Решит, конечно же, опрос. Если я увижу, что как-то будет все равно идти не так, то, вероятно, не знаю, может быть, со следующего года я игровые стримы делать не буду, потому что, вы помните, в какой-то момент я перестал стримить, и игровых стримов у меня не было, и стримов вообще. Но потом я решил вернуться к этой теме, и смотрю, что сначала все ничего, а сейчас я замечаю, что как-то, что ли, опять пошло не так. Поэтому я не знаю, как пойдет, в декабрь еще поэкспериментируем, если я замечу, что что-то идет не так, то, наверное, мы уже на этих игровых стримах точно закончим, и возвращаться я к ним уже не буду, как бы это печально не звучало. Также у нас была, конечно же, облика InGuar News, мы рассматривали как новые легеноборы, и еще предстоит много новых, но пока что меня новинки радуют. Потом мы рассматривали новых трансформеров, это вообще что-то с чем-то, то есть хочется, наверное, их всех приобрести, но пока что не получается, надо ожидать, а когда они появятся, вот тут надо думать, то есть где этого найти, а где вот этого найти, а в каком магазине, а откуда вот это найти, то есть тут будут проблемки некоторые. Также мы еще просто в этой рубрике общались, обсуждали новый фильм, то есть сделали сцену так, как и всегда. Потом у нас, конечно же, была рубрика «Вся правда о трансформерах», три видео вышло, и спасибо, что вы оценили эти видео, потому что, правда, я на такие видео трачу немало времени, и также у нас был юбилейный выпуск, 50-й, оказывается. Я как-то за этими цифрами не следил, потому что смотрю, что 50-й выпуск, что, как, и потом смотрю, вау, действительно, то есть юбилейный выпуск. Ну, не знаю, дойдем мы до соточки или нет, но, наверное, каким-то образом-то и дойдем, но это будет, конечно же, очень нескоро. Также еще был, конечно же, в этом месяце обзор на одного трансформера, на капость, не ошибаюсь, это был пока что последний обзор на трансформера, но не стоит, я думаю, расстраиваться, не знаю, возможно, декабрь, он такой волшебный, вы знаете, возможно, что-то там в конце декабря вы увидите, я вас, не знаю, удивлю, поражу чем-то, но, я думаю, стоит подождать и не стоит пока что расстраиваться. Теперь, что мне еще листочек говорит? Листочек говорит, что была еще рубрика «Рестлинг прогнозы», мы делали немало различных прогнозов, обсуждали рестлинг, разные шоу, Impact, WWE, AW, и еще предстоит в декабре сколько-то таких видео сделать, либо даже одно, но там еще кое-что будет, это я расскажу чуть-чуть попозже, подождите. И, конечно же, у нас еще были другие видео, как, например, «Вопрос-ответ», ежемесячное, скажем так, такое, как бы, как рубрика, видео, да, и, наверное, также продолжим мы и дальше делать. Вопрос вы напишите чуть попозже, сейчас не торопитесь, будет отдельный пост в сообществе канала, и там вы сможете задать свои вопросы, и также вы еще увидели такое видео, как, например, «Как же сделать круассаны?» Вы, конечно, некоторые были вроде бы в шоке, что как-то, чего это, а с чего это, как, почему? Просто мне нужно было работать на этих круассанах, меня попросили, нужна была помощь, сколько я мог делать, я сделал, и я потом подумал, а почему бы не снять такого-то видео, скажем так, научить, возможно, кого-то, либо просто поделиться опытом, что ли? И вот такое вот видео образовалось, и оно, как бы, на канале, если не смотрели, то посмотрите, оно не так-то давно вышло. Ну и также у нас еще вышла новая рубрика, а именно «Помощь подписчику». Очень банальное название, но зачем здесь что-то колдовать? Все очень понятно, то есть я помогаю вам в развитии YouTube-канала. То есть я смотрю, анализирую, например, шляпу, аватарку, саму страничку, потом обложки к видео, информацию различной, разделе о канале, ну и потом я смотрю, анализирую видео, пытаюсь найти ошибки, плюсы, минусы, потом я говорю свои идеи, предложения, и, возможно, даже иногда я такое говорю, как, например, в каком направлении, что ли, развиваться, потому что смотрю, что, возможно, здесь получится. То есть об этом рубрика, то есть помогаю, скажем так, начинающим ютуберам, и если действительно вы уже поняли, что хотите заниматься YouTube-ом серьезно, на серьезном уровне, то действительно стоит, наверное, прислушаться к этим просьбам, не только от меня, а от других, и развиваться, и, вероятно, возможно, все получится, и будете где-нибудь уже вот здесь на вершине, скажем так, да. Теперь у меня еще должен был, конечно же, выйти новый проект, очень масштабный, серьезный, тяжелый, но он у меня не вышел, к сожалению, в ноябре, он выйдет в декабре, потому что я просто физически не успел. Но могу сказать, что осталось подождать вот-вот столичка, и этот проект уже выйдет прямо на этой неделе. Надеюсь, вы, правда, поддержите. Я смогу дальше выполнять то, что я задумал, и, вероятно, если так все будет идти хорошо, сделаю то, что я вот задумал, и всех, возможно, я как-то удивлю. То есть, о чем это проект, что это, вы узнаете и в целом-то очень даже скоро. И вроде бы все. Вот у нас такой ноябрь был. Теперь давайте перейдем, мы, конечно же, к декабрю. Какие же планы, скажем так, не знаю, рубрики, нас ожидает в этом волшебном месяце. Тут уже будет немножечко все по-другому, конечно же. Сразу же скажу, что с 1 декабря по 24 декабря у нас видео будет такие необычные. То есть, будут и обзоры, там всякие правды, помощь подписчику и так далее. Но в этих видео с 1 по 24 декабря будет кое-что вставлено. А чтобы понять, что именно там будет вставлено, нужно посмотреть видео полностью, либо там я сделаю такие как бы отрезки, и вы поймете, что чего да как. То есть, я надеюсь, вы, возможно, почуете какое-то волшебство, и таким образом будет смотреть видео намного интереснее. Теперь, что у нас еще будет? Конечно же, у нас будут реакции, мы будем дальше экспериментировать, и, надеюсь, мы уже за декабрь выясним, что действительно стоит ли развиваться в этом направлении, либо не стоит, либо частично. Потом стрим у нас будет, как сборочные, так и игровые. Сборочных стримов, наверное, скоро уже не будет, потому что набор скоро соберем, а пока что больше крупных лего наборов у меня не имеется. Если говорить про игровые стримы, будем еще экспериментировать. Этот месяц, декабрь, также будет рубрика Inglour News. Конечно же, рассмотрим новые лего трансформеров, я думаю, точно еще рассмотрим новых. О новом фильме, вероятно, поговорим. Ну и просто пообщаемся на какие-то темы, если, конечно же, будут. Потом, конечно же, вся правда о трансформерах. Три видео, как и всегда, без всяких изменений. Одно уже начинает постепенно делаться, я собираю постепенно информацию, ищу я вчера, когда я собирал, у меня чуть голова не взорвалась от этой всей информации. То есть я подумал, там немножечко, а там, оказывается, вот столько информации. Но, в общем, конечно же, помощь подписчику. Я буду стараться такую рубрику выкладывать раз в неделю, но если уж вдруг не получается, то на следующей неделе 100% будет. То есть вот как-то так. Либо каждую неделю, либо, скажем так, не знаю, через две недели, вот как-то так будет выходить вот эта рубрика. Потом, конечно же, возможно, я покажу какие-то коллекции, если я, конечно, успею подготовить. Например, там, не знаю, коллекцию Лего, еще чего-то. Но если нет, то 100% будет в этом году рум-тур, и вы поймете, почему я не успел, или не успел, или почему я не делаю коллекции того-то, того. Потому что вы увидите все на рум-туре, конечно же. Потом у нас будет самая первая сценка по фильму Трансформеры 4 Эпоха Истребления. Я уже нашел, я уже понял, что я буду делать. Осталось мне написать текст, конечно же, что-то перевести с английского на русский, и постепенно снимать, и где-то, наверное, примерно в конце декабря вы увидите. Ну и также вы увидите мой полностью фильм Трансформеры 3. То есть все сценки в одном видео, что-то там пообрезаю, возможно исправлю, и сможете посмотреть все сценки в одном видео. И, конечно же, будут у нас также рестлинг-прогнозы, то есть мы должны сделать прогнозы на WarGames. Если не ошибаюсь, это последняя ППВ вообще от рестлинга. Ну не знаю, от остальных компаний что-то будет или нет, но если, например, говорить про Impact AWWB, то это вроде бы не ошибаюсь, последняя ППВ. Ну и также нас ждет еще в декабре новая рубрика. О, как у нас получается. Надеюсь, эта рубрика понравится. Могу сразу сказать, она будет на любителя, но надеюсь, этих любителей будет немало, и я смогу развиваться в этом направлении и выпускать эту рубрику ну не то, что как можно чаще, но вообще ее выпускать, и она, конечно, не будет часто выходить, потому что не всегда будет о чем говорить. То есть вот такая вот рубрика, но надеюсь, она правда зайдет, и надеюсь, вас заинтриговал. Ну и, возможно, вероятно, будут ваши просьбы какие-то, потому что их немало. У меня на одном листочке написано ваши просьбы, на другом. И могу сказать сразу, что у меня всякие просьбы, всякие рубрики, пожелания, все написано на разных листочках, все на холодильнике примагничено. Вероятно, вы где-то в каком-то кадре можете это увидеть, когда, например, я рассматриваю новый LEGO или трансформеров, там где-то на заднем фоне вы можете увидеть холодильник, всякие листочки, и это подтверждает, что все действительно записано, и все мысли у меня как бы и здесь, и на листочке, и ничего не потерять, потому что все как бы написано, и все будет как бы под контролем. То есть вот как-то так, и, наверное, возможно, что-то еще, чего-то внезапное появится. То есть, одним словом могу сказать, что декабрь будет разнообразный, он будет и праздничный, он будет и тяжелый, но он будет офигенным, только мне остается к нему хорошенько подготовиться. То есть вот такие размышлялки, надеюсь, я не затянул, где-то 20 минут я здесь протараторил, думаю, ничего страшного, но зато мы получили много массы полезной информации. Надеюсь, время тоже провели неплохо. Снег постепенно вроде, ну не то, что заканчивается, идет относительно, но раз он постепенно тоже как бы заканчивается, то и видео тоже стоит заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие видео. И, конечно же, увидимся в новых свежих видео и в этой рубрике размышлялки, где мы подводим итоги каждого месяца, потому что, ну а как иначе, что не подводить итоги теперь? Нет, их нужно где? В размышлялках. Вот как-то так. И увидимся также в других видео и рубриках. Все, всем спасибо, всем удачи, и всем, конечно же, пока. И увидимся 1 декабря. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!